приветствую вас на ул сайт онлайн как всегда по пятницам в 20 00 мы рассматриваем основе фишесные рынки с вами и миша лимах и компания волфикс и так начнем с событий которые были на этой неделе и который предстоит на следующий экспирации на носу некоторые контракты фишесные пришли уже на декабрьский и торгуются там более объемно некоторые сейчас переходят сейчас как раз процесс перетекания объемов торгов с одного контракта на другой целом на следующей неделе уже в принципе все квартальные фишесные контракты перейдут полной мере на декабрьские контракты будут торги в основном там и так события на следующей неделе в израиле и в японии понедельник воскресенье будет в израиле ронха шана праздник в японии будет день почитания старших очень интересный праздник в японии в понедельник также в понедельник считается китай по базовой кредитной ставки сейчас 385 напомню что на этой неделе были отчеты по процентной ставки центробанка англии российской федерации и федрезерв оставили все эти банки на том же уровне без изменений все три банка читались без изменений процентной ставки также понедельник запланировано выступление главы фрс пауэлла это будет в семнадцать ноль ноль пока не могу сказать что будет основной темой в этом докладе значит также в продолжение праздника в японии во вторник день и синего равнодействия и равнодействие и также читаются новые зелания по резервный банк заявление будет пока неизвестно а какие будут именно темы выступления главы банка англии бейли обратите внимание вторник прям насыщен выступлениями центробанков и глав сша читается по продажам на вторичном рынке жилья и снова выступление главы фрс господина паула это крайне интересно потому что как-то очень уж резко все начали с докладом выступать на следующей неделе ну в общем то начнем следить за этими событиями среду саудовская аравия национальный день весь день выходной поэтому нефтитрейдеры ну я думаю что без особых изменений по тенденции в этот день будет также решение просто наставки новой зеландия ожидается на без изменений это будет пять утра в среду 23 сентября и на зелой активности в производственном секторе ожидается что будет на том же уровне в 1030 как раз потом отчитывается через час британия по таким отчетом как индекс деловой активности или зло активности в производственном секторе и композитный индекс и май в банках японии в 1450 в среду отчитывается ну будет докладу денежно-кредитные политики и это все завершит среду сша с отчетом по запасам сырой нефти четверг 24 сентября решение о простые ставки да 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 совершенно верно у швейцарии свои процентные ставки минус 0 75 сотых это будет 10 30 достаточно интересные процентные ставки у швейцарии уже мне уже не помню сколько лет они ниже нуля находятся и нет зелого климата айф о планируется что он немножко будет лучше чем предыдущий показатель также сша четверг считается по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и снова выступает глава банка англии были в общем то вот такая будет неделя пятница будет тихой без особых скачков и без особых сверх отчетов ну в общем то три важных банка на этом деле читались без изменений я думаю ближе какие-то будут события по этому вопросу уже ближе к ноябрю то еще не в курсе а вряд ли такие еще люди есть в ноябре будут выборы в сша и собственно в зависимости от того какой кандидат придет к управлению такого большого государства много чего будет возможно изменено или же будут сбрасывать пакеты либо дальше держать то есть останется трамп не останется это крайне сильно повлияет на решение инвесторов и спекулянтов и так это были события которые ждут нас на следующей неделе помимо этих важных событий есть еще одно небольшое событие это в среду я приглашаю вас на открытый вебинар будет тема применения ленты стакана вообще чтение биржевых данных онлайн вот real time для улучшения позиции для улучшения точки входа и также как это применять при сопровождении позиции итак начнем сель сейчас у нас light sweet крут ойл ноябрьский контракт по ликвидности вышли на обороты буквально на этой неделе под 160 к нельзя сказать что это прям гипер крутые обороты точно так же по открытому интересу открывали позиции до 17 числа сегодня пока без изменений но не завершился пока еще торговый день по дельте как вы видите на ноябрьском контракте из пяти сессий у нас одна была на покупку этого хороший дисбаланс как вы видите и 3000 контрактов в процентном соотношении это не такой уж и большой крен но 4 процента для дневного таймфрейма это круто ну вот про если продемонстрировать насколько это сильно может способствовать тем или иным динамиком вот 3 и 8 на шорт и девять с половиной вот эта торговая сессия 2 и 7 и 2 и 5 то есть это на самых хаяк по 43 также 3 4 процента и ударные вот 7 и 6 процентов торговые 3 то есть 4 3 5 это принципе неплохой имбаланс но дисбаланс и итак мы возвращаемся к 41 как вы видите я уже включил склейку по ликвидности если посмотреть сейчас подгрузится данным сейчас идет не самая ликвидная неделя вот по сравнению с предыдущими торговыми периодами и рост идет не такой уж и ажиотажный то есть как вариант это возможно ну коррекция относительно ударного шарта с сорок третий и здесь нужно зафиксировать предстоящие уровни сопротивления которое понадобится для ориентира и так я беру сейчас вот эту впадающую динамику 5 и 8 дисбаланс полтора миллиона оборот и мы сейчас посмотрим срез непосредственно плотных участков где формировалась ликвидность агрессора на продаже и так сейчас мы подобрались к раз диапазону неплохих уровней сопротивления тут фактически пока они прошли уже один барьер это сорок один по сорок один на пятнадцать если так округлить даже срок один двадцать можно взять ну в принципе они вчера это сделали вот небольшой дисбаланс который у нас на сорок один три здесь порядком 3 7 по ликвидности это общий за вот этот период за лето и осень в целом потом у нас идет такой коридор сорок один с половиной 52-54 цента 40 или 46 тут полторушка дисбаланс общий за за весь этот период плотность небольшая и цен немного но в целом пока этот уровень протестили и не смелились пока пойти выше далее у нас идет очень плотный коридор начиная с сорок один семьдесят восемь и можно взять плот ну впритык до 40 19 это уже серьезный барьер тут прям 172 полторы две двести и дальше уже идет на 42 едва тут прям плотненько идут ребята вот вы видите здесь это вот эти 42 24 42 уровень сопротивления который потенциально может еще себя проявить хоть и экспирация произошла но в целом повторно могут здесь нефтетрейдеры тарица шортами так это кумулятивная дельта вот она ну с каждым днем в принципе набирали обороты и теперь давайте за сканем то же самое но с вот этим текущим событием на рост тоже мы воспользуемся кастомизированным профилем значит обороты у нас за эту недельку ядро так и сформировали четверг-пятница часть среды в вот таким интересным способом вторник еще оставил уровень и здесь мы тоже сейчас сделал то есть ядро недели у нас базируется как раз ну четвергая пятница это 40 85 можете себе отметить по 41 и 2 это ядро вот этой торговой неделе который сейчас торгуется на ноябрьском ну здесь клика на самом деле сейчас сейчас идет склейка и это в принципе в сейчас более правильно то что в перед перетекает то есть часть еще на октябрьском торгуется вот этот коридор который нам понадобится для ориентира на следующей неделе и что прошу заметить общий оборот у нас получается 692 тонны по сравнению с шортами полтора миллиона это но два раза меньше и дельта обратите внимание какая динамика недели до на рост все почти дни кроме вот пятницы она немножко сдулась и общая дельта почти 2000 контрактов со стороны продаж то есть то есть то есть рост де-факту закрывают общей дельты на шорт давайте посмотрим где эти шорты и это буквально несколько кликов и так вот они где на самом пике то есть рост концу недели фиксируют ну соответственно ожидаемая активность и теперь нам придется комбинировать массив шортов которые находятся с нисходящей динамики совсем недавно которая сформировалась это у нас 49 по 41 и 2 и здесь еще мы добавим коридор крайне плотно я бы взял вот 47 47 47 75 вот коридор по 496 мы их объединим в один но я ярким ярким красным выделю с более свежий уровень на всякий случай как только цена нырнет под этот коридор я думаю что с покупками нужно будет повременить единственный момент где еще могут повторно провести а байера это вот 40 18 небольшая локация на поддержку по 4040 непосредственно за эту неделю потом у нас идет и суммарно за весь этот период в 38 с половиной по 38 25 этот саппорт и тут непосредственно недалеко формируется активность плотная вот поддержка на 38 фактически там 37 9 по уровень 38 0 8 38 10 также саппорт стоит отметить коридор 39 35 36 по я беру сейчас вот этот коридор здесь получается четверг плюс среда оставили свет ликвидности на покупку это потенциально возможны уровни поддержки для следующей недели судя по оборотам оборотов два раза меньше рост заканчивается прям таким шар шартом и если без склейки посмотреть то я сам покажу ликвидность вернее ноябрьский контракт чисто вот ноябрь ну вся локация агрессия наверху я собираю вот этот уровень и мы смотрим на нижнюю гистограмму буквально 15 числа был 3 тонны байер сегодня 2 и 3 на шорт и вчера позавчера тоже там особо не покупали вот такая активность то есть потенциально есть сценарий что это просто как бы тест 42 коррекция после такого падения но но потихонечку приближается холодный период и высокие цены по нефтянке выгодные собственно странам и компаниям которые добывают и реализуют на экспорт черный черную жижу черное золото поэтому сценарии на покупку тоже не стоит снимать со счетов и учитывать этот момент сопротивление указал соответственно ликвидность если торговая сессия будет перепели перевернув более по ликвидности чем вот средний оборот за эту неделю он явно будет потому что на следующей неделе у нас и запасы сурой нефти по сша и и будет кучу выступлений разных глав государств которые явно что-то скажет и про предстоящие события возможно изменения какие-то или улучшения или какие-то нововведения в ограничения с связи с коронавирусной пандемии на всей планете швейцария процентной ставки в садовской аравии национальный день праздник поэтому с нефтью может в среду произойти ну посмотрим что произойдет невозможно это планировать и как-то предсказывать это была нефть двигаемся дальше а далее нам нужен индекс доллара вот такой вот красавчик индекс доллара на декабрьский контракт он перешел уже 10 числа как вы увидите и оборот 35 тонн 301 2718 на этой неделе вот так вот открытый интерес продолжал увеличиваться позиции до 16 числа немного сбросили 17 но это как бы не мешает пока вот мы видим пробы тестирования 92 и 7 на этой неделе чуть чуть не дошли и 93 65 по текущей ликвидности ядро у нас получается 93 и 10 по 93 и 3 самый топ по ликвидности 93 25 и как вы видите все ядро по практически буквально 1 93 и 10 центов 896 на байт два шарта у нас 93 и 93 и 05 и плотненько идут 23 вернее 20 и 25 по все это фактически находится на уровне ядра текущего контракта то есть ну собственно и ядра недели далее смотрим по активности со стороны селлеров и байеров и у нас получается дельта 15 16 ровно полторы в среднем вот полторы 1400 контрактов и массив которые фигурируют в данном диапазоне это непосредственно 93 как раз тоже в ядре давайте посмотрим насколько там сильный был крен и так тут 700 лошадей 1300 1800 почти дотянули до 60 контрактов здесь крен на селлере причем тут порядком 600 контрактов 2 и 2 2 100 почти поровну то ли 150 контрактов перевес на баре 1200 1000 тоже селлер 1400 1000 ну в общем в любом случае за счет вот этих четырех цен расширили вернее как бы плотность байеров сосредоточена здесь это из последних тут же на этом же коридоре в следующий же день ответку показали селлеры в любом случае 92 95 пока не стоит сбрасывать со счетов последний блок просто на поддержку и дальше уже будем смотреть по открытому интересу опять же до 17 числа вот повторяю до 16 был прирост 3 дня вот эти 3 массива открывали позиции и дельта там фигурировала в основном на покупку кроме 14 числа соответственно есть шансы что вытолкнуть цену выше и если будут все таки дальше расширять до 92 соответственно 92 95 во всеоружие во все внимание следите за этим именно уровнем там может быть как раз если пробьют уже этот диапазон вернее даже цену тут и WP идет по текущему контракту как раз 93 ядро то есть в целом все внимание на то как будут удерживать цену выше ядра значит есть шансы на удержание тенденции на рост и расширение ниже ядра особенно 92 95 ну и дальше уже просто локальный минимум то есть соответственно агрессивное пробитие 92 8 уже можно будет ловить на коррекцию на шорт также 1598 контрактов практически такая же дельта как и была 15 числа у нас имеется в четверг двигаемся дальше то есть целом пока еще прощупывают почву тестируют уровни и таких прям гипер ударных показательных расширений ну не за не замечено поэтому по индексу доллара я бы еще на следующей неделе подождал по цену ставку швейцарии выступление всех глав государств тогда уже будут тактически размещался то есть они пока еще прощупывают почву двигаемся дальше индекс доллара мы зафиксировали золото не удивляйтесь тут мы сейчас все лишнее уберем и так по золоту ликвидность потихонечку сползает уже вторую неделю то есть на прошлой неделе не нехти было по ликвидности а нас если 300 тонн дотянули и на этой неделе тоже 16 сло дотянули до чуть выше 300 тонн ну и как видите средние там в районе 220 так и осталось вторую неделю соответственно и волатильность такая же как и объем упал объем упала волатильность и мы так и висим коридоре еще 2000 это еще неделя на перед сентябрем то есть последнем в августе недели 1920 такая динамика была потом возвратная на нулевую точку реверсивности волатильность на этой неделе прям очень мясорубка не было динамики даже двух дней подряд и давайте посмотрим по открытому открывают позиции 425 был пик недавно 434 это 16 числа и сегодня у нас 427 то есть ну вот сброс как раз пришелся на 7 тонн примерно вчера и без изменения сегодня то есть по дельте смотрим это получается у нас по дельте все сессии кроме 14 числа были на шорт причем это это сохраняется тенденция с 1 сентября вот были видимо пробую пробуют покупать следующая сессия 5 всех сбросили братка сбросили всех еще раз 16 числа и вот после сброса начинают потихоньку вроде раскачивать то есть прошу прощения вчера была дельта я просто не обратил внимание на нулевая но она была на стороне байера 200 контрактов сегодня минус 400 почти штука и 2300 вот ударная была 14 числа не обратил внимание сорян так вот сбросили получается покупки которые открыли здесь ядро так пока и не осилили в пятницу даже после сброса пока мы оставим это в качестве уровня поддержки также обратите внимание на точечные вот выбросы 1959 1955 вот текущий уровень и 2 500 почти на 1974 это непосредственно сейчас мы посмотрим по дисбалансом где там особенно крупные ребята оставили след так 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 ну есть да вот пятницу вот три с половиной четыре с половиной на штуку перевес для золота это прилично там 300 лошадей тут тоже 200 перевес на тут поровну так бы я бы не сказал тут 400 контрактов ну вот штука это вот 1963 это что что стоит взять на заметку по остальным дням 13 8 7 6 давайте посмотрим чисто срез потому что очень разнобойно идут так значит 15 16 у нас просматривается плотность по шортам это непосредственно коридор 19 61 по 65 и 15 числа получается 74 по 70 минимум уровень сопротивления который как раз и они пока вот идут атаковать то есть этот уровень сопротивления уже вроде как продавили остался только вот локейшн на если брать непосредственно по сессиям это 71 по 76 вот это вот из свежих уровней которые можно отметить поддержка по 1200 контрактов полтонны это было на 52 и 55 подтверждаю там тоже был объем 500 лошадей и как раз этих двух уровней сегодня стартнули наверх 63 мы берем как свежий уровень и 62 тут оставили под конец пятницы байеры хоть и дельта общая на шорт напомню что экспирация вещь важная потому что там сбрасывают позиции на старых контрактах а на новых декабрьских на декабрьские переходят открывать новые позиции поэтому свежие объемы крупные на новом контракте куда важнее как точки опоры как приоритетные диапазоны чем на старом там фиксируют но уровне со старого контракта все равно рекомендую учитывать особенно уровне которые формировали неделю две то есть они повторно могут на этом уровне себя проявить особенно если это фондовые индексы просто параллельно там посмотрите связь там будут на этих же уровнях на индексе параллельно будут эти же уровни на фондовом рынке потенциально повторно возможно покупать это было золото сокращается волатильность сокращается ликвидность я думаю что это все как раз вот к ноябрю и будет потихоньку потом раскачиваться сентябрь возможно так в коридоре девятнадцать восемьдесят по девятнадцать двадцать тридцать мы так и закончим потому что пока выстрела по интересу выстрела по дисбалансу мы не видим а волатильность сокращается ждем как говорится ждем смп итак добро пожаловать на декабрьский контракт вот так он выглядит на смп на декабрьский он перешел одиннадцатого числа то есть грубо говоря в прошлую пятницу мы это уже акцентировали миллион двести миллион триста полтора и два с половиной было непосредственно вчера вот так выглядят эти свежие свежеиспеченные торговые сессии такие прям все разные и по наполнению ликвидности распределение объема по коридору по открытому интересу естественно сейчас все свежие контракты набирают интерес и открываются позиции соответственно WP на новом контракте 33.61 33.62 также для тех кто недавно торгует на фьючерсах и прошу заметить что фьючерсные контракты на старом контракте может быть цена очень отличаться от нового контракта итак давайте посмотрим сейчас вот какой момент плотность по покупкам диапазоне 33.27 по 33.35 это я отмечаю в случае если пятница попробуют все-таки закрыться примерно в этом коридоре вот и пока по фундаменту рынку не видно что они там особо хотят покупать вот и их понять можно то есть перед ноябрем я бы тоже сбросил часть позиции особенно если у меня хорошая корзина и она вся росла пока трамп был власти пора бы немножко как бы и собрать урожай но расширяем за четверг соответственно еще не вечер вполне может еще повторится динамика до ноября на рост я не исключаю такой возможности но в начале контракта обязательно всем не испортить настроение без этого никак на СНП это уже традиция так сопротивление здесь прям я думаю вы сами заметили два дня кряду 15-16 атаковали 3401 по 3405 включительно даже не ну даже учитывая то что там итоговая дельта по байрам суммарном часам десяточка а все благодаря вот этой разница 70 тонн и 79 10 тонн просто за одну сессию 3405 и в итоге где цена находится верно намного намного ниже здесь покупок аж до 3407 то есть байер проявляет себя но пока он не особо побеждает то есть такой прям плотная удерживающая динамики вот была единственная здесь и то они ее продавили и вполне ожидаемо ну в пятницу как-то тактически размещаться крупно перед выходными оставить позицию без особого укрепленного ну подвешенном состоянии ну я бы тоже не делал так вот с понедельника вторника можно уже приложиться если есть шансы давайте посмотрим дельту дельта у нас идет ну я называю это рояль черные белые клавиши продавцы байеры продавцы байеры 27 тонн уже вышли продавцы то есть в принципе суммарная неделя за байерами ой сори за селлерами и вот это подтверждает вся вот фильтрация по шортам особенно сегодня как начались 3340 сейчас вот давят ну байеры есть но там зачастую сейчас именно по сбросам шотов и покупки простреливают коридор возможной поддержки опять же подчеркну если понедельник чудом вернется в этот коридор и там начнет активно вспоминать что он пора покупать то вот этот диапазон нужно мониторить если же даже вышли выше этого диапазона цена не не дернется соответственно с покупками пока точно то нужно повременить и лучше присматриваться дальше к продажам по следующей неделе получается у нас из таких прям это вот кучу выступлений глав центробанков возможно они там какие-то внесут коррективы и в целом ну еще швейцария с процентной ставкой да и новая зеландия с процентной ставкой вот еще два банка но самые основные ну два англия и сша уже объявили без изменений соответственно те тоже без изменений оставят и тут как бы давайте сейчас посмотрим на фоне двух контрактов snp и июньский сентябрьский сейчас подгрузится данные и мы с вами посмотрим как то было вот такая у нас динамика за весну-лето сейчас мы сделаем вот так и уберем лишние индикаторы разные так мы это убираем а вот так оставляем и грит мы тоже ставим потемнее динамика была очень прекрасной весенний контракт немножко как видите помучили ну до апреля и апрель потихоньку стал уже на тренд периодически корректируя ну вот буквально там цепочка из двух недель была проблема так в целом можно было выжить эти же участки здесь крайне сузилась волатильность и просто никто не верил что дальше будет идти рост поэтому волатильность очень тяжелая хотя бы итогово дельта соответствовала каждой неделе каждому дню на покупку по уровням сейчас пока ныряем ниже важного диапазона который потенциальным могли удержать еще правда не вечер но его пока уже прошли то есть шансы что просто понедельник чудом вернется опять 3360 3375 80 и там обратить внимание на вот эти вот очень старающиеся две недели перед таким прям финишным ростом вот здесь как бы волатильность по сравнению с волатильностью прошлого контракта земля в небо тут один день проходит как две недели в том контракте вы понимаете о чем я то есть крайне такая нестабильная динамика по и прошлая неделя была самая такая волатильная вот сейчас пока отличился только 17 числа четверг вот три дня как бы волатилят и аккуратно стараться 3310 вроде как оставить посмотрим следующая площадка где может и сын ты немножко степениц это 32 00 начиная с 32 30 тут тоже три недели причем голова и плечи тут модели даже двухблочная на покупку и получилось у нас коридор ну вот 3200 там чуть меньше 3192 32 31 это вот площадка причем тут также в начале июня тоже там неделька боролась за этот уровень ну а дальше туда там уже если окажемся соответственно будет на следующем волстрит онлайн дельта не пиковая были и покупки по 40 тонн но продажи тоже были но после таких 300 тонн продаж как видите не особо пошли на шорт все дело в том что крупные участники вполне спокойно и давно уже оперируют лимитными заявками высокочастотники вполне могут размещать крупные объемы используя вот эти вот приказы и соответственно агрессор это те кто расширяет коридор и нужно это учитывать я это касаемо анализа дельты это был и сын пи давать еще битисе возьмем и здесь тоже многим интересно какая судьба у криптовалюты на данный момент в данный такой нестабильный период осень простояли практически полторы недели они на десятки посмотрим по открытому интересу был интерес потом снова пропал в общем опять же рояль ну пока сбросили на 64 собственно вернулись фактически на исходную позицию как как были две недели назад по оборотам без изменений даже немножко в среднем просили ну можно сказать как прошлой неделе ударная была 14 число 6200 оборот по дельте из 5 дней 4 на шорт соответственно и котировочка пришла на такой плотненький плотненький вот свежий коридор шортов это та сессия 4 сентября которая вернее 3 неплохо так там по 1800 1600 дельта была это вот первый диапазон плотного давления соляров и потом идет у нас уже суммарный вот до 11 480 я бы взял его как второстепенный суммарно так же вот с учетом текущей недели просто пакует 10700 по 10 900 по поддержке если все-таки удержать 10 с половиной по 10 400 я бы даже взял 340 вот этот коридор вполне могут еще набрать так так как вот этот рост который был 14 числа удержали на 15 число вот они корректируясь опять же к этим уровнем поддержки 10 580 они здесь еще подбросили немножко покупок и обратить внимание в течение недели одну и ту же цену три или четыре дня поддерживают и пока цена пока цена не ушла ниже этого уровня сейчас я его выделю вот 860 кто торгует крипты посмотреть вот если будут удерживать выше этой цены есть шансы на продолжение роста WP 10 800 и еще вот уровень поддержки который тоже может пригодиться это 10 700 10 600 вот этот массив покупок на следующий день не пускали тут повторно были поддержки и теперь сейчас поддержка вот это второстепенно ну как бы она сейчас буквально вот еще на волоске но в целом если удержат это очень хороший знак и признак вернее сигнал 10 480 по 580 тоже за счет вот этих агрессоров и площадка вот 10 340 по 480 по 480 такая немножко нестабильная но в целом пока я бы смотрел сейчас за 10 700 если они его удержат 860 еще могут продавить а вот если 700 будут удерживать ну 700 500 вот этот уровень коррекция допустимого вполне ну как бы без особого такого отрицательного влияния то есть они отклоняются 3wp как раз на такое количество вот у нас получается 74 пипса и вот собственно если не до этого диапазона будет как раз 50-70 вот так ну и собственно осталось потом продавить просто уже эту неделю если на шорт уйти но на покупку как раз вот этот уровень я бы взял его на вооружение так напоследок рубль что у нас имеется открывают позиции на декабрьском контракте не не стоит пока спешить сейчас мы немножко упорядочим эти вертикальные линии а вот так вот значит обороты 2.8 2.6 опять же стоим раскачиваемся уже вот буквально пятница осмелилась выйти за коридор по открывашки мы смотрели с вами вплоть до текущего дня особенно текущий день приток и по дельте из 5 дней 4 на бай 4 на покупку ядро нового контракта сосредоточена на 76 76 250 даже 300 включительно одни байер к сожалению но это так я бы даже взял не два не 76 даже 75 950 большей степени обратите внимание на агрессию которая четыре дня подряд в одном и том же коридоре на стороне байеров вплоть до текущей сессии вот это ядро ну здесь вот больше всего набросали это 76 плюс-минус 150 вот этот костяк так потом идет такая плотненькая поддержка здесь по 76 400 вплоть до потолка неделю у нас и дубая но обратить внимание дальше что ждет этих покупателей 76 900 900 76 500 просто непроходные территории здесь отряд красной армии за счет за счет вот этой сессии 9 сентября давайте посмотрим на склейки как у нас обстоят дела по ликвидности относительно прошлого контракта для сравнения слабенько рост идет не такой уж и агрессивные как говорится не такой страшный волк как его рисуют соответственно пока не приложились особо крупные участники рынка и по дельте у нас собственно пока байеры так и остались но в принципе эта динамика начала уже так активно со 2 сентября и она пока не успокаивается самое страшное 75 они все-таки покупатели удержали в случае если начнется сброс позиций резко мы сейчас еще проверим spotius на предмет насколько это правдивая информация 15 число были продавцы остальные тоже 4 сессии были в основном байер причем на это активность буквально еще с 19 августа началась вот на плотно идут байеры 1 байеры 2 и будет сейчас пока раскачиваются опять же это связано и с индексом и с нефтью здесь многие сейчас в ожидании 73 6 плотняк идет и 75 25 по 75 и 3 даже не 3 а 75 и 5 вот здесь очень плотненько самый такой плотный из последних уровней так давайте посмотрим из надежд это плотничок 76 по 76 30 копеек за счет этой торговой сессии 9 сентября и так жду вас в среду в 1900 с вами был мишлемах вам хороших выходных с наступила осень вроде бы вот соответственно хорошей осени хороших выходных и до среды профитов на следующей неделе осторожно берегите себя до свидания пока